Владимир, прокомментируйте, пожалуйста, нынешний дипломатический кризис между Израилем и Украиной. Сегодня израильские газеты напечатали, что Зеленский отклонил просьбу Израиля о беседе с Лапидом, с премьер-министром Израиля, и что причина этого, это то, что Израиль не принимал участие в Крымской платформе. Ну и помимо того, что помощь Израиля, Израиль не оказывает Украине военную помощь по-прежнему, потом появилась информация о том, что якобы просто, да, и что Резников отказался говорить с израильским министром обороны Бенни Гансом, что якобы просто 24 числа, когда был день независимости Украины, был Борис Джонсон, и у Зеленского и у Резникова якобы не было времени. Это сегодня уже пошли такие вбросы. Потом вроде вбросили, что да, на Крымской платформе Израиль представлял Щаранский. Щаранский неофициальный представитель, и почему он представлял Израиль на этой платформе, тоже не совсем понятно. Но вроде бы они должны все-таки связаться 1 сентября, как нам объясняют. Переведите, пожалуйста, с дипломатического языка. Что вот это все значит? Потому что я так понимаю, что если это просто была какая-то техническая несостыковка, то, наверное, об этом бы не писала пресса. Ну, вы знаете, я склоняюсь к тому, вот вы назвали правильное слово «вброс». Это, мне кажется, больше вброс, чем реальность. То есть вот кому-то очень хочется поссорить Украину и Израиль. Это не раз было уже в прошлом. Я помню, например, вот эпизод с моим личным участием. Мне до сих пор, честно говоря, так несколько неудобно. За это, хотя я выполнял инструкции, ну, такова была реальность. Это было, по-моему, в конце 16-го года, дегабрь 16-го года. Может быть, вы вспомните голосование с Среди безопасности ООН. Там Украина тогда была членом, я был послом. Мы голосовали за резолюцию, где был пункт о статусе Иерусалима. Ну, тема. Да, тема добавленная, да. Понятно. Вот. И тогда впервые американцы, была там Саманта Пауэр тогда, по словам. Это был ее последний месяц работы. Это, собственно, был последний месяц демократической администрации. Через месяц уже президентом стал Трамп. И вот тогда пытались, ну, в хорошем смысле, пытались израильтяне, израильская делегация, в ООН воспользоваться вот этим вот переломом и все-таки склонить американцев к тому, чтобы они эту резолюцию завитировали. А Саманта Пауэр, ну, сложно сказать, почему. Опять-таки, Иерусалим, это тема такая, что о ней можно часами говорить, а лучше вообще ее не касаться. И вот тогда впервые американцы вместо ВЕТа воздержались. И тогда было страшнейшее давление на нашу делегацию. Впервые в жизни мне звонил, тогда был, например, министром Украины Гройсман. Президентом был Порошенко. Нетаньях, насколько я понимаю, пытался связаться с Порошенко, но что-то не получилось. Он связался с Гройсманом. И Гройсман перезвонил мне. И так, ну, он политик, но он не дипломат. Да что вы там такое, что вы не можете там против проголосовать. Я начал ему объяснять, видите, это тонкая дипломатия и так далее. Стас Расуэрсалимы, это такой сложный вопрос и так далее. Ну, в общем, в тот момент Иерусалим ожидал, рассчитывал на то, что Украина, ну, хотя бы воздержится. Воздержится. А мы проголосовали за. Ну, потому что 14 было за, и американцы воздержались. Ну, пойти, нам тогда не хотели... Шла уже война, уже был Крым. Ну, еще не активная фаза, но уже был Крым, они, так сказать, захвачены. И нам очень важно было тоже, помимо всех, так сказать, симпатики в Израиле, я никогда их не скрывал и не скрываю. Но это мое личное мнение из позиции государства. И, знаете, тоже с арабами нам не хотелось тогда ссориться. Был такой очень тонкий момент. Были резолюции о правах человека в Крыму. И нам важно было сохранить поддержку других стран и так далее. Если бы тогда Украина не проголосовала за, мы бы, конечно, потеряли очень серьезную базу поддержки. А этот голос бы ничего не изменил. Все равно резолюция была принята. Потому что американцы вместо Вета воздержали. Да, вы знаете, сегодня очень многие в Израиле, очень многие израильтяне, которые против того, чтобы Израиль помогал Украине, они именно этот аргумент выставляют. Что вот Украина не голосовала в Совете Безопасности ООН за Израиль. Но мне кажется, что статистика другая, что Украина, да, голосовала за Израиль. Конечно. Я еще раз говорю, это был единственный эпизод, и он просто такой стал драматический, но в силу каких-то вот, ну, так сложились обстоятельства. И после этого было еще, так сказать, не одно голосование, где мы, так сказать, прекрасно придерживались той позиции, которую Израиль знает, привык. Я тогда был, так сказать, в Израиле Дэнни Данон. Я ему все объяснил. Мне кажется, он понял. Он все понял и, в общем, согласился с моими аргументами. Но вот такой был неприятный эпизод. Так что, ну, это единичный случай, но тогда я помню, как этот эпизод начали все раскручивать. Вот кому не лезь. Именно вот те люди, которые сегодня, может быть, раскручивают и эту тему. Это была очень неприятная для Израиля резолюция, потому что там говорилось, не про Иерусалим, там говорилось, что еврейские поселения являются угрозой миру. Вот это была главная фраза, которая... Да, в том числе и эта. Да, 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 да. Что поселение... Вы знаете, буквально через месяц после этого я в группе своих коллег-послов, и он посетил Израиль. Такая одна из знакомительных поездок. И нас повезли в одно из поселений. Вот. Вы себе не представляете, значит, с каким гневом после возвращения в Нью-Йорк на меня и моих коллег набросился посол Палестины и другие арабы. Как это вы могли ступить ногой на незаконное израильское поселение? Так что я к чему это говорю? Ну, такова дипломатия. Нужно где-то, знаете, держать баланс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова